доброе утро у нас выглядит сегодня вот так воскресное утро это блины и каши и все вместе и пораньше встать и что-то делать потому что в обед начнется дождь я сказал всем вставать у вас есть всего лишь три или четыре часа на то чтобы что-то поделать сегодня потому что потом погода испортится а саша не дал мне поспать да я так и говорю я не дал тебе поспать разбудил 9 да да ты просто душу до дождь ты что делал дальше я бы подумала подумала и решила посплю к я еще больше не буду тебя будет спи хоть успись каша готова покажу покажу еще раз консистенцию такая которая мне нравится она конечно может быть более доваренная более плотно или менее может быть жиже гуще в общем это по вкусу я люблю примерно вот такую тебя стоит на кашель ты не будешь я могу оставить теплый в этой кастрюльке кастрюлька это наша кашеварка купленная в чипу сколько-то лет 2 года назад наверно еще одно можно съесть теперь он будет да или он блины будет если ты настоишь то будет я не хочу настоять или ест или не ест сам не каши еды дети не кучина просто я просто не кашу тоже здесь не варил всю жизнь так иногда только редко здесь разошелся только потому что это появилась на спешеварках стало удобно варить и я потому и варю теперь часто до этого мне тоже было ли доставать кастрюли все вот эти говорим но редко очень очень сегодня с дырочками как любят наши зрители может тесто жалеет обычно без дырочек у нас часто с дырочками первые а потом нормально ну да с дырочками это как знаете как сыр французский чеддер мазда мерделанский знаете мама тоже жарила блины тонкие детстве ты знаешь я в детстве мне мама ты знаешь жарит очень тонкие блины умеет но я в детстве любила когда мама жарит вот из этого теста маленькие блинчики я не любила большие тоже из тонкого вот из такого теста только маленький толстые тонкие ну не маленький тонкий налила на растекло сможет просто поменьше такие же самые да я не любила большие на всю сковородку я любила много маленьких кушать особенно любила когда они вместе два слипнутся как очки и вообще я любила прогрызать если в большом то глазки носики так далее я не понимаю почему вы этого не делаете ну вот все накушались наелись правильно да лингвисты специалисты меня поправлять будут в общем это мой завтра два яичка гора салатика ананасик шоколадочка танюша приятного тебе саша ждет когда же я уже поем да соберусь ехать надо между еще ехать к твоему вагнеру замок делать ты понимаешь завтраком нужно насладиться потому что наш был сломан и знаешь я предполагаю что наш был взломок когда-то потому что у него вот здесь вида было чтобы было согнуто все я думаю что когда-то где-то наш вон вагин у кого-то бывших владельцев скрывали уже и они видно как-то его нахимичили чтобы он закрывался но не совсем как надо потому что он стоит 90 евро да по моему старый тоже не выбрасывай на всякий случай он не работает 90 евро стоит конечно люди по возможности захотят сэкономить и не покупать его поэтому они продали со старым муж меня дождался я конечно не все запланированное сделала мы таки выехали я тебя поздравляю ты меня дождался без просто нет я даже голову не успела помыть никакой не пипец пол двенадцатого ну блин я зато блинов в гору нажарила в общем-то саша едет в вагин менять замок то есть замок взял прикольно если нет нас с тимуром отвезет к маме к своей там милашка у нас вчера оставалась в общем ли если погода позволит мы пойдем прогуляемся хотя я в белых башмачках не знаю как мы в лес пойдем если не позволят и я пробегусь по магазинам нужно купить влажные салфетки кстати примерно такой у нас план действий сегодня а вы чем свои выходные заняли как время проводите в россии сейчас вообще долгие выходные с 9 мая думаешь нет ну типа 1 мая 9 это майские праздники в латвии кстати вот я говорю майские праздники у меня почему-то по ощущениям всегда что с 1 по 9 еще какие-то праздники то есть их много я думаю почему я вот так вот думала-думала потом меня осенило в латвии же еще 4 по моему мая праздник и у меня почему-то поэтому в голове вот что в течение вот этих 9 дней не 2 а вот что-то еще между и вот да а я 4 года была? 5 года, да? в общем в каждой стране еще свои видите праздники накладываются и в целом у нас столько праздников получается погода у нас сегодня такая плюс 17 пасмурно я вот думаю может быть я слишком тонкую куртку надела по моим прогнозам дождь должен был быть 12 часов ну вот и посмотрим насколько точны твои прогнозы кстати саж был комментарий по поводу того что у нас нету запаски что ты хочешь прокомментировать? был комментарий что хотят купить такую же машину как у нас но смущает что у нас нету запаски в машине не предусмотрено да в этой машине не предусмотрена запаска но в оригинальной комплектации в этой машине предусмотрен компрессор и ремкомплект там компрессор запрыскивает какую-то жидкость и забивает любую дыру до там скольки там до 5 миллиметров по моему диаметре ну вот как бы вместо запаски такой вариант второе у нас страховка по Европе мы в принципе можем из любой точки Европы позвонить даже и в России если мы будем не знаю точно позвонить по страховке и нам должны предоставить сервис или починить колесо или заменить или эвакуировать до ближайшего автосервиса в общем у нас есть страховка на этот случай по Европе потому мы так ездим спокойно без запаски здесь что нет переживаний здесь если что сразу на эвакуатор по страховке тебя увезут да и даже если бы не было страховки здесь нельзя допустим на автобане взять и спокойно чинить колесо менять нас как бы здесь за это штрафуют очень серьезно но это небезопасно как минимум поэтому есть страховка первая есть набор кстати у меня его нет я купил без него не вожу и третий вариант если вы хотите такую же машину то здесь охрененно большой багажник здесь можно просто кинуть докатку все четыре колеса положить да можно кинуть докатку или или полноценное колесо с собой и оно вы даже не почувствуете что оно как-то вас смущает багажнике оно будет занимать там место в маленьком уголочке где-то первое время Саша так и делал мы когда ездили далеко в Латвию да ты по-моему возился с собой да на первый барах я возил по привычке по старой что запаска быстрее все насос даже кидал с собой но на самом деле не проблема реально багажник огромный и чтобы утро не кинули вас это никак не будет стеснять поэтому если вы хотите такую же машину с этим проблем у вас не будет ну а да в оригинале запаски нет тут как бы вариант такой как есть так есть так что и проблем в этом никакой не вижу если бы я жил в России допустим или в Украине я просто бы возил с собой в багажнике запаску без всяких проблем ну либо внутри в комплект так вышли по магазинам в лес идти мы не рискнули решили сейчас пойдет дождь пойдем переходим Милана с собой взяла лол на прогулочку давно она с ними не играла вчера на даче нашла я забрала к бабушке и домик и всех кукол да да вот друзья мы уже в Нидерландах Тимур идет и нам рассказывает про звездных воин да Тимур у нас уже башка пухнет это уже предыстория бабушка пытается понять но Тимур мы слушаем слушаем какая то несостыковка точно не просто трассы вот я смотрю может быть а вот такие можно ну вот на террасе а на террасе прям на ванне ну нет тут таких нет чтобы прям вот фотка ну типа того но нет нет тут выбора похоже не будет цветов у меня на террасе ну вот такие еще есть ну нет тут смотрите какие композиции готовые нидерландцы любят такое они подвесные почему ты не хочешь там нависить у меня горшки пустые сначала нужно засадить еще потом поливать не забывать бы их ну только вот питунь или как ну нет посмотрю на днях чем другое красивый кстати да смотрите какие симпатичные да вот такие черные тридцать девять стоит лёгенькие Тимур себе маять типа бегать оптималь комфорт там стелька мягкая может нет софт да ну такая средней мягкости тут хорошие цены бывают в спортивные мы зашли я не знаю как он называется кто знает вот город фальс там он ближе к альберт хайну находится по той же стороне вот такие пума например 50 евро что еще адидас 55 одежда тут тоже какая-то есть детская обувь вот 33 например размер у них в нидерландах в принципе в германии тоже по размерам часто полки стоят это уже маленькие мелантели но они слишком розовые слишком розовые это уже не наш формат да такие смотрите какие красивые какие цены 25 евро эти 55 но на них скидки бывают сейчас например на одежда пумат у них скидка одну берешь вторая за пол цены вот эти вот вот эти красивые они не слишком розовые тоже скетчосы на 55 евро вот какие ничего такие хорошенькие удобные по магазинам бегать раз уж это для бега зеркала нет хотела так посмотреть как сбоку смотрятся единственный 39 размер нашла милана говорит так себе я вот смотрю думаю может мне все таки 38 надо было смотрите где у меня палец но с другой стороны не знаю милана забраковала твои лучше ну конечно мои не светятся так что тут из мужского есть 50 евро скетчерс вот такие вот со стелькой с мягкой в моей мэри которая футбольных тут много всяких вот такие есть 65 евро ой всякие детские спортивные для спортзала на урок спорта да с белой подошвой так тот магазин назывался спортивный скорпино или как то так а мы сейчас в хемо зашли давненько мы здесь не были да реально давно раньше каждую неделю когда жили в этой стране помните да кто давно смотрит каждый вторник как на работу а то и чаще даже иногда да я тоже раньше от магазина обожала так ой пластиковые стаканчики какие миленькие смотри да милан красивые пять штук как раз прям для нас у меня божья зеленые какие мне прям вот эти очень нравится они похожи на знаете стеклянные хрусталики вот тут тоже для кемпинга посуда есть кстати смотрите металлические эмалированные вот кружечки например и мы купальнички двадцать четыре евро вверх вот мне такие модельки нравятся и низ где и почем что-то я не поняла тут а вот низ или это верх и низ нет а где здесь цена здесь цена или это верх и низ слушайте я не знаю двадцать пять процентов скидки такой скучноватый да и низ халатик приятный такой вафельный не синтетика мне не нравится эта пушистая синтетика тридцать евро мне не нравится длинные халаты вот это ничего пижамка цвет так себе на ощупь приятные бельишка а ты не будешь эти дядя Роб я тот человек который часто выбирает на ощупь мне важно чтобы на ощупь было приятное в последнее время не люблю белье из синтетики вот я имею ввиду вот такое вот всякое мне нравится хлопок хотя эти приятные без швов да восемь евро стоит смотрите купальники для девочек шестнадцать евро красиво вазы двадцать процентов скидки вот такие штаны миланки нашли это какая-то нидерландская тема судя по цвету да 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 такие классные стаканчики только не имеет смысла если убрать эту то больше будет помещаться да она так красивая это для кофе для капучино но дело в том что я вот такой такое стекло считаю что она очень крупная и не беру ну и стоит 6 евро ну крупная крупная тимур давай не будем проверять привет но я тимур я проверю как это работает на самом деле идем дальше там уже нас ждут ну вот дождик пошел ой это настоящее дерево мандариновое или фейковое настоящее мне кажется теперь мы зашли в круид ват раньше у них парфюм строго возле кассы стоял наверное сейчас самый дорогой там оставили вот смотри дикий энвай у меня раньше было зеленое яблоко 20 процентов скидка 30 миллилитров 29 минус 20 процентов это значит минус 6 евро да 23 евро такие еще есть ну а то что подороже то видать возле кассы подгоняют меня немного нету терпения а у меня второе дыхание открылось или как это сказается раньше не любительница была забросил хождение сейчас прям хочется все походить рассмотреть знаете а саму у меня ничего нету кстати не знаю не знаю насколько она хорошая она не дешевая косметика вот такие прям так тушь 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 есть тут моя нет это не так вот похоже да только бай бай панда там было написано что то такое когда уже везде в германии разобрали здесь еще было но теперь уже здесь тоже нет но что тут есть накладные ногти не не нужно тебе накладные ногти здесь есть этот наверное как твои эти juicy bomb или как они называются нету нету а я вчера или позавчера когда мы были с папой в магазине видела огромный выбор вот есть последние у тебя такая есть да покажи я вам куплю это есть еще вот такие помадки вот эти тоже красивые да бальзам для губ вот здесь можно и пробовать эти не надо открывать которые здесь стоят всегда когда косметика вот здесь вот стоит тот который можно посмотреть можно не кладные ногти забыли почему о боже кто там ее так жестко попробовал упала наверное тут очень много всяких освещений для улицы вот смотрите мы купили уже в икее от розетки которая тут от солнечного света вот такие вот фонарики цепляются вот вешалочкой такой крючочком точнее и там и 10 лампочек видите от солнца такие такие вот такие за 3.99 отличная цена правда в землю вставляются такие идем в аутлет оливер я так давно тут не была посмотрим что там продают что есть почем вот смотрите брючки вместо 50 30 30 красный есть разные наверное все по такой цене салатовый стоили 60 тоже брючки красивые салатовые так себе беленькие беленькие а там другие на даче подсветки подсветки или вот смотрите да все вместе рядом прям лежит джинсы по 39.99 в принципе выбор есть намерить ли маечки по десяточке что у вас еще девочки интересует что вам показать платьицы какие-то кто в фальс приезжает имеется ввиду магазин этот он немножечко на втором плане он запрятан он за ауди находится не звала не звала я тебя нет не звала тут что-нибудь найти можно но для девочек постарше мне кажется да она говорит какой магазин у них вообще стайла нету не можно ничего нет выбрать джинсы классические точно можно подобрать вот детский есть отдел скучный для мальчиков например штанишки джинсы маечки у них тоже скидки бывают летом вот еще для более маленьких вот какие цены для девочек ух 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 ну смотри какая красивая дядя Тимури да смотри какая красивая маечка для девочки ух не твой формат уже да пиджачки есть брючки что-то в этом есть да это странно смотреть странно это кстати костюм мне покажи дожди это костюм нет нет неплохо там штаны еще вот это вот прикольно это прикольно сколько это стоит и какие размеры 10 евро мне кажется за 10 евро очень очень прям мне кажется в этот в заре дешевле такие 158 или 152 что-то такое 152 так на обед у меня супец я без весов калорий не знаю но отказ не принимается да и вкусно же как отказать это называется не борщ а как свекольник знаете в чем разница знаете я не знала это тот же борщ только без капуста да ну такой прям красный красный вкусный да тимура супчик да вкусный супчик да на вторую порцию я же добавку даже взяла молодец всего приятного нам аппетита ну александр скажи мы сейчас надежно защищены мы просто в лучшем виде защищены у нас два защитных механизма теперь изнутри два не один как мы думали я потом покажу на видео у себя наверное ну вот может у тебя а у тебя тоже покажу у меня теперь новый замок и два механизма закрытия двери изнутри изнутри которые невозможно вскрыть и снаружи только если выпилить дырку в двери можно забраться ну то есть дверь вообще если все крепко спят почему бы не выпилить ну естественно да а вообще открыть невозможно все теперь ну просто можно свернуть сломать замок там 300 раз высвелить и все равно не откроешь вот так сделано теперь прикинь как здорово все увидите все было не зря и главное что замок новый теперь да кстати надо не забыть даже да сегодня кстати большого не было обещали весь день что будет лить да и оно все серенькое серенькое чуть-чуть изморось была такая изморось изморось какая изморось у меня на телефоне было написано изморось нет изморось это такое изморось а что у меня было написано так на телефоне это когда дождик моросит изморось я так поняла что да я решила зафокус по моему изморось это когда есть мороз небольшой и такое подмораживает а когда дождик моросит это не изморось а когда дождик моросит о блин русский язык погнали в общем пишите своё версии как это назвать ну я ни разу не слышу что применяли дождик моросит изморось изморось ну мне на телефоне написано изморось ну а может они и правы конечно но я изморось все раз слышал это когда легкий морозец если что это все айфон виноват это не я громотень смотри я хочу тебе показать home Asia раньше тут было все для путешествия для для супермаркет написано еще закрыть наверное или или уже открыт супермаркет азиатишер супермаркет супермаркет фришна тур без закрыт это не те которым мы ездили просто расширили там банка не поможет не рожде не все маленько расширился как-нибудь вот в азиатский приедешь денег столько оставишь наберешь не пойми чего все острая такой надо знать обрай да там же сами на нашем не но выгодно туда допустим эти листья для суши покупать там гораздо выгоднее и вот это вот можно панировку панку брать теперь я же знаю куда ее применить едем домой друзья как вы поняли едем домой булочку выгулить надо срочно хотела котлеты пожарить слушай фарш у меня есть или еще что-то сделать а сейчас мы наелись у мамы что-то сытые заморозить фарш что ли ну а саша молодец дню победы сделал видео как тебе надпись в германии вот лучше так или лучше вот так не первый вариант больше понравился наверное напишите как вам хотя уже поздно видео уже на канале у саша это правда прошлогодний влог но тем не менее не менее кто-то не видел в вашем году этого не дождался никто не дождался потому что она только в этом году вышла я просто подгоняю подгоняю в этом году я не знаю буду ли снимать 9 ваев даже не нужно потому что каждый год одно и то же все равно ну почти нет ну вот допустим здесь но если видео выпадает на выходные еще как-то да а если в будни но мы просто допустим здесь мы ездили вообще в другое место никто не в то где обычно совсем другое вот и поэтому не совсем все как всегда ладно поставим немножко интриги сначала подогнать надо все старые видео потом уже будем снимать по факту да ничего не говорить я решила на ночь глядя пожарить котлет я решила намешаю фарш пожарю хотя бы одну пару порцию сама наверное я не буду есть жирную котлету на ночь ну всем своим хотя бы по одной с салатиком нужно правда тем более артем скоро приедет от подруги вот и еще подумала мало ли фарш испортится замораживать не хочу я не любитель замораживать там завтра или послезавтра размораживать равно что на днях собиралась приготовить поэтому я намешала думаю сейчас пожарю партию остальное запакую в боксик и пожарю завтра в обед я же думаю ничего с ним не станет он будет просто как пара маринованный что вы думаете по этому поводу вообще такого и не экспериментировал ни разу только с куриными котлетами и так делаю это немножечко другой состав но тем не менее это супер отлично работает они на трещий день даже вкуснее а вот такими не проворачивала наверное готовую смесь это можно заморозить как вы думаете единственная но щит лука вот я не уверена в общем я в раздумьях но котлеты жарятся сейчас салатик нарублю вкусная котлетка сочненькая это еще не свинила покупали в этом говядина и баранина сочная вот почему я не хочу сразу все котлеты жарить потому что завтра уже греты уже не сочные поэтому я положила в дозу фарша сейчас нажарила сколько восемь девять лет не знаю думаю вам хватит на ночь можно заморозить было заморозить тоже уже не то будет не готовый котлетки уже готовые заморозить и вы потом что будете поставить на сковородке потому что они будут сочные уже не думаю попробую если сырые заморозить вкусно так вот это тебе не хрю хрю здрасте тима накладывай вот так вот друзья семья спит татьяна чилит ну а с вами друзья уже будем прощаться всем сладких снов или хорошей рабочей недели доброе утро у кого какое сейчас время суток всех обнимаю всем пока